Доброе утро, ваше превосходительство, уважаемые коллеги, дамы и господа, ну и друзья нашей библиотеки. Давайте начнем, если вы не против. Ну и вначале официальные слова приветствия, что совершенно необходимо в этом случае. И Владимир Аркадьевич Марков, исполняющий обязанности директора Библиотеки иностранной литературы, хозяин этой гостеприимной гостиной. Владимир Аркадьевич. Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Ваше превосходительство, чрезвычайные полномочные послы дружественных славянских государств, уважаемые представители дипломатического корпуса, уважаемые представители научного сообщества, уважаемые гости. Добро пожаловать в Библиотеку иностранной литературы. Рад приветствовать вас на открывающейся конференции международной научно-практической «Славянский вопрос. Новые парадигмы мышления». Мы будем обмениваться опытом в сфере развития культуры, литературы славянских стран, культурной политики, обсуждать новые практики улучшения взаимодействия и укрепления дружбы между нашими народами. Для нас, как организаторов этой конференции, очень важно, что в этом зале присутствуют уважаемые представители дипломатического корпуса, уважаемые представители исполнительной власти, отвечающие за международное гуманитарное сотрудничество, то есть люди, отвечающие, так сказать, за практику. И одновременно мы очень рады приветствовать в этом зале уважаемых представителей академической среды, как самых заслуженных и авторитетных представителей данного направления, так и дорогих коллег, которые делают только первые шаги в этом направлении. Желаю нашей конференции плодотворной, открытой, эмоциональной, полезной дискуссии и объявляю ее открыто. Добро пожаловать! Слово приветствия имеет Элеонора Валентиновна Митрофановна, руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств и отечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству. Пожалуйста, Элеонора Валентиновна. Ваше превосходительство, дамы и господа. Для меня большая честь и удовольствие быть здесь, поскольку, надо сказать, что вот с Михаилом Ефимовичем мы были у истоков создания этого замечательного форума славянских культур, и вот эта задача продвижения славянских культур, проведения сравнительных исследований, перевод литературы, то есть самый широкий спектр того, что может из себя представлять вот такое сотрудничество, закладывалось изначально в идею как бы вот этого форума. Проект воплотился в жизнь в четвертом году благодаря поддержке президентов России и Словении. Ну и предварительную совместную работу по вопросам сохранения культурных традиций славянских народов, конечно, провели большую работу министры культуры славянских стран. Не все так политически было гладко в тот момент вхождения, но тем не менее форум состоялся. И надо сказать, что я считаю, что во многом он состоялся еще и благодаря усилиям замечательного исполнительного директора форума Андрея Рихтер, которая была министром культуры в свое время в Словении, и, конечно, во многом благодаря ее усилиям. Я еще когда была послом России в ЮНЕСКО, мы, наверное, раза три делали там совершенно потрясающие мероприятия, знакомая общественность, международную общественность с определенными достижениями культуры. Я бы сказала, что задачи, которые стоят перед нашим агентством, где-то перед форумом славянских культур, они похожи, потому что мы распространяем, или наша задача – это поддержание за рубежом и распространение русского языка, знания о российской культуре. И мы здесь работаем в достаточно тесном взаимодействии. Мы представлены 81 стране мира, 98 представительств и представителей работают, поэтому система огромная. И я бы со своей стороны хотела сказать, что наши площадки всегда для форума открыты. Я это еще повторю и в личном плане Андрея Рихтера, что любые… А в некоторых наших домах мы можем делать постоянные экспозиции, поскольку позволяют площади и так далее. Мы тоже обязательно проводим на базе всех наших центров Дни славянской культуры и письменности, приуроченные к Дню Кирилла и Мефодия. И даже более того, я вам хочу сказать, что, допустим, транслируется из Сербии, например, концерт, который дает по этому поводу национальный оркестр с известным хором. Все это транслируется на Красной площади. В общем, это тоже плод в определенной мере нашей работы. Мы во всех странах практически празднуем не только Дни славянской культуры и письменности, но и также День любви и верности, что тоже стало входить в такую хорошую традицию. И, надо сказать, пользуется очень большой популярностью, как мы награждаем пары, которые прожили в браке более 30 лет и так далее. Это пользуется колоссальной поддержкой. Поэтому еще раз хочу повторить, что мы открыты для диалога с Центром славянских культур здесь и с Форумом славянских культур и всегда готовы присоединиться к любым вашим начинаниям. Я вам желаю успеха в форуму. Спасибо. Благодарим вас, Элеонора Валентиновна. Благодарим. И слово предоставляется Михаилу Ефимовичу Швыдкому, который является крестным отцом Форума славянских культур и нашим крестным отцом Центра славянских культур. Спасибо огромное. Ну, знаете, крестный отец – дело такое серьезное. После этого обычно следует разного рода уголовное дело. Но чего бы не хотелось. Чего бы не хотелось. Да-да-да. Потом напишут роман еще «Крестный отец». Спасибо огромное. Ваше превосходительство, уважаемые послы, представители дипломатического корпуса, дорогая Елена Валентиновна, Владимир Аркадьевич, Владимир Аркадьевич, я прошу прощения, Михаил Аркадьевич Липкин. Я вижу здесь директора Института славяноведения, уважаемого господина Никифорова, который много лет просто занимается проблемами, о которых сегодня пойдет речь. И я думаю, что соединение сегодня академического сообщества и сообщества в какого-то степени политического и библиотечного в высшей степени важно. Потому что сегодня славянский мир переживает, может быть, не самый простой период в своем развитии. И, конечно же, то, о чем говорила Елена Валентин, на высшей степени важно. Те позитивные импульсы, которые существуют между народами наших стран, не всегда, к сожалению, поддержаны политическими усилиями. Кто мог себе представить, что в нынешнем 2018 году будет расторгнут договор по дружбе с Украиной, например, и по инициативе украинских политиков. И, естественно, что все это не создает такой большой радости. И, тем не менее, повторю, конечно же, политическая конкретика, она всегда важна. И сам факт, что сегодня подавляющее большинство славянских государств является членами Евросоюза и проводит ту политику, которую проводит Евросоюз. Но, тем не менее, есть такая историческая глубинная общность, которая все-таки важнее, наверное, в историческом плане, чем многое другое. И мы прекрасно знаем, что общность культурная, общность в какой-то степени этническая, она все равно в плане историческом, в плане вечности, она превалирует на любыми проблемами такими сиюминутными. К тому же, надо сказать, вот я был 3-4 в Евросоюзе, вел в частности переговоры с комиссаром Наврачевичем, который занимается проблемами культуры и образования. И мы как раз говорили о том, что этот сегмент культуры и образования все-таки должен сохраняться и развиваться. Поэтому, повторю, политика политикой, а культура, отношения между людьми, тем более отношения между академическим сообществом, что в высшей степени важно, конечно же, думаю, будут составлять тот позитивный фон, в котором будут проходить, наверное, не только сегодняшние, но и иные встречи академического сообщества и культурного сообщества, где будут обсуждаться проблемы славянского мира. Вызовов много, естественно, но, тем не менее, очень важный был момент, когда был создан Центр славянских литератур в библиотеке иностранной литературы. Это было такое продуманное решение руководства библиотеки. Оно было согласовано с руководством фонда форума славянских культур. И я думаю, что этот Центр должен играть свою объединяющую роль, конечно. И то, что мы сегодня проводим конференцию с участием этого Центра, в высшей степени важно. И, наконец, последнее. Через буквально полгода, летом 2019 года, мы будем отмечать 15-летие форума славянских культур. Уже подтвердил свой патронат президент Словении. И я надеюсь, что будет патронат со стороны нашего президента. Поэтому совершенно очевидно, что этот форум играет действительно важную роль, потому что реализуется очень много проектов. В том числе один из важнейших проектов – 100 славянских романов, которые реализуются с помощью как раз в библиотеке иностранной литературы, что очень важно. Мне радостно видеть здесь наших китайских коллег, потому что Китай – это часть славянского мира, мы же знаем, так же, как славянский мир – часть китайской культуры. Так или иначе, это взаимодействие историческое, связанное и с шелковым путем, и с чайным путем, и вообще связанное с нашей историей, наши взаимоотношения в высшей степени важно. Поэтому, я думаю, славянский мир расширяется, и это отрадно. Я всех вас поздравляю с началом этой конференции. Уверен, что и Министерство иностранных дел, и Россотрудничество, которое действительно обладает огромными возможностями, и Леонора Валентиновна в этом смысле может действительно оказать невероятное содействие форуму, будет принимать посильное участие в работе, связанной со славянским миром. Так что всего вам хорошего, хорошего, хорошей двухдневной конференции. Уверен, что она будет для всех интересна. Спасибо. Благодарим, Михаил Ефимович, благодарим вас. У нас по программе заявлен чрезвычайный полномочный посол Республики Болгарии Анатас Крыстев. Он очень хотел приехать, он говорил, я опоздаю, но я приеду. К сожалению, видимо, не получается. И, пожалуйста, вместо него полномочный министр Александр Кувачер. Уважаемые организаторы, участники и гости конференции. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья славяне. Для меня високая честь и удовольствие присутствует на торжественном открытии международной научно-практической конференции «Славянский вопрос. Новая парадигма мышления». В первую очередь, позвольте мне приветствовать всех участников и гостей конференции от имени посла Республики Болгарии Анатас Крыстев. К сожалению, сегодня у нас тоже мероприятие. Это возложение венков у памятника гренадиров. Как это традиционно, каждый год мы отмечаем в память павших для освобождения русских и других солдат для освобождения Болгарии. Хочу тоже поздравить всех от имени Болгарского посольства и, конечно, от моего имени. Хочу также поздравить руководство Института Славяновения Российской Академии Наук, руководство Россотрудничества, Центра славянской культуры, Форума славянской культуры, Библиотеки иностранной литературы с хорошей идеей и инициативой созыва сегодняшней конференции. Надеюсь, что она будет ценным вкладом в общее укрепление связи и дружбы между нашими славянскими народами. Представляется очень важная цель конференции, а именно обмен опытом в сфере развития культуры, литературы, культурной политики славянских стран, а также выработкой эффективных подходов для взаимодействия и дружбы между нашими народами. Бесспорно значимым является сохранение культурного наследия славянских народов, использование культуры как универсального инструмента миротворчества и развития народной дипломатии, которое позволяет близким славянским народам лучше узнать друг друга. Мы, болгары, гордимся тем, что мы дали всем славянам слово письменное. Уже более 200 лет Болгария торжественно отмечает 24 мая, это день болгарского просвещения и славянской письменности. Ведь именно дело первоучителей, святых равноапостных братьев Кирилла и Мефодии и их учеников определило дальнейшее духовно-историческое развитие славянских народов на основе единого письма. Оно упрочило духовную связь между нашими народами более тысячи лет тому назад, и эта духовная связь не прорывалась даже в переломные моменты нашей истории. И не будем забывать, что именно Россия помогла спасти значительную часть нашего книжного богатства. Кириллица создала особые связи между Болгарией и славянскими странами и Россией, не подвластной временем и вызовами современности. Оценное значение сегодняшней конференции нужно отметить, что в современном мире, к сожалению, все больше и больше факторов, которые разделяют людей, а меньше таких, которые их объединяют. К счастью, именно здесь важна роль славянских языков и культур, которые способствуют общению, пониманию и сотрудничеству наших народов и стран. Стоит напомнить, что наша общая история, культура и языки – это ценный базис, на котором можно и нужно развивать и укреплять культурные связи между нашими странами и народами. В заключении хочу пожелать удачи и успехов всех участников работы конференции. Спасибо за внимание. Большое спасибо вам. Еще один почетный гость нашего форума и большой друг нашей библиотеки не смог по известным московским причинам прибыть сюда вовремя. Это чрезвычайный полномочный посол Республики Польша, господин Владимир Шмарчняк. Однако мы очень рады приветствовать другого нашего друга, его личного представителя, господина Войц Хабеднарока, второго секретаря посольства. Прошу вас. Почетные гости, уважаемые дамы и господа. Большое спасибо за приглашение до участия в открытии сегодняшней конференции. Особые слова благодарности хочу направить в сторону руководства библиотеки и сотрудников Центра славянских культур, с которыми наше посольство имеет честь вести плодотворное сотрудничество. Я рад приветствовать всех, собравшихся на этом форуме, которые приехали из разных стран, чтобы принять участие в научных дискуссиях. Я уверен, что эта встреча доведет до очень интересных выводов, замечаний, а может также откроет новые вопросы для дальнейших исследований. Сегодняшняя конференция собирает людей из разных научных направлений. Но общим полем интереса является богатейший мир славянских стран, наших языков, культур, истории, общественных и политических вопросов. Славянский мир близок к каждому из нас, и каждая страна и каждое общество вносит определенный и исключительный вклад в его развитие. Каждая из стран делает также очень много для сохранения, защиты и распространения нашего богатого культурного наследия. При этом стоит обратить внимание на универсализм славянского мира, который включает в себе традицию Запада и Востока, Рима и Констинопола, католицизм и православие. Мы с вами объединены в сотрудничестве и поддержке. Поэтому стоит также с искренним уважением относиться к этим вопросам, которые являются трудными в наших отношениях. Ведь в каждой семье возникают споры. Но нашей задачей является стремиться к компромиссам, основанным на взаимопонимании. Научная дискуссия, несомненно, помогает в достижении этой цели. Тем более, стоит считать весьма нужным такие, как этот проект, которые помогают нам все глубже знакомиться с каждым из членов нашего великого и разнообразного сообщества. Я глубоко уверен, что эта конференция заинтересует также представителей других культурно-языковых кругов, так как интерес к славянским странам постоянно растет. Хочу еще раз пожалеть прекрасных открытий, плодотворного труда и интересных встреч. Надеюсь, что ваша работа на конференции даст импульс к подобным проектам в будущем. Спасибо. Большое спасибо. И слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Республики Словения, господину Бранко Раковицу. Играет. Играет. Уважаеми профессора, дами и господа. Разрешите ме, коротко поприветствовать на этой значительной конференции для наших народов. Я хочу особо подчеркнуть значительность работы Форума славянских катур, который очень удачно работает за последние годы. Как мы слышали, еще чуть-чуть и мы будем отмечать гадовщину в Лубляне. Форум для нас очень значительный в смысле дальнего развития, как обеспечить дальнее развитие культур всех славянских народов. Я хочу вам пожелать хорошей работы и удачной. Спасибо. Благодарим вас, господин посол. Слово предоставляется временному поверенному в делах посольства Республики Хорватии нашей очень доброй подруге Майи Форетич-Печник. Пожалуйста. Уважаемые гости, участники конференции, уважаемые коллеги, уважаемые друзья и дорогие друзья из Центра славянских культур. Кажется, я здесь ветеран, потому что участвую на основании Центра славянских культур здесь в Москве. И я очень рада, что сегодня и завтра здесь у вас будет конференция, посвящена вопросам развития связи между культурами, потому что мы, Хорватия, как один из маленьких, даже самых маленьких славянских народов, всегда считали, что эти связи между славянскими народами очень важны и для нас, и для всех славянских народов, а тоже и для всей Европы. Благодарю вас за то, что вас так много. Желаю успеха в работе и желаю успешной работы Центра славянских культур. Всего доброго. Спасибо огромное. Слово для приветствия предоставляется Вадиму Леонидовичу Синюте, советнику-посланнику Республики Беларусь. Прошу вас. Уважаемые дамы и господа, искренне рад обратиться к вам от имени посольства Республики Беларусь в связи с открытием данного мероприятия. Сегодня очень важно, чтобы культура сохранила свое призвание оставаться одним из весомых факторов взаимопонимания и взаимоуважения славянских народов. Только в заинтересованном, доброжелательном диалоге рождается искреннее уважение к культурным корням друг друга. И во всем их многообразии, что позволяет успешно формировать в обществе межнациональное согласие. Мы знаем, что в славянском формате проходит ряд международных мероприятий в России, уже упоминавшийся здесь форум. Это и дни славянской письменности, это и регулярные встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с дипломатами славянских государств. Наверное, все знают фестиваль «Славянский базар» в Беларуси, который ежегодно собирает в Витебске многих представителей творческих людей и зрителей из многих-многих государств мира, и не только славянских. Трудно переоценить значение и актуальность проектов, подобных сегодняшнему мероприятию, целью которых является налаживание новых форм взаимодействия между государствами. Это прекрасная площадка не только для серьезного обсуждения важных вопросов гуманитарного сотрудничества, но и научной дискуссии, и для живого общения людей, для установления новых контактов и знакомств. Обмен бесценным опытом сохранения и развития национальных культур, бережного и уважительного отношения к национальным языкам, традициям, в конечном счете способствует духовному взаимообогащению и укреплению нравственных устоев. Хотелось бы пожелать всем участникам сегодняшнего мероприятия плодотворной и заинтересованной дискуссии во благо укрепления междунационального согласия и взаимопонимания между славянскими народами. Спасибо. Благодарим вас, Вадим Леонидович. И слово предоставляется Цивиану Тесановичу, третьему секретарю посольства Республики Боснии и Герцеговины. Пожалуйста. Опаздывает, значит. Извините. Второй секретарь. Обязательно заслушаем, да. Иван Ашикманович, второй секретарь посольства Республики Черногория. Пожалуйста. Уважаемые гости, я бы только хотела от имени посла Черногории господина Рами Забашича поблагодарить за приглашение и, конечно, пожелать всем участникам успехов и удачи в сегодняшней работе. Спасибо большое. И теперь очень важный в судьбе форума славянских культур и Центра славянских культур в Москве человек. Слово предоставляется Константину Владимировичу Никифорову, директору Института славяноведения РАН. Уважаемые представители ДИП-корпуса, уважаемые коллеги, если мне дали слово, значит, мы постепенно будем к научной части переходить. Такие поздравительные закончились. Я только несколько слов скажу, поскольку мы тоже соорганизаторы и ждем вас всех к себе завтра. Завтра мы работаем в нашем институте. А вообще мне хочется сказать, что, конечно, интерес к славянской теме, он совсем не праздный и не случайный в России. Я часто говорю, что Россия так расположена, что она себя ищет между трех точек, между трех координат. Это Россия и Восток, Россия и Запад, Россия и славянский мир. И у нас, собственно, научные институты примерно так и построены. Ну, помимо институтов национальной истории, национальной литературы, национального языка, русского языка, у нас существует институт востоковедения, который занимается Востоком. Существует институт всеобщей истории или мировой литературы и так далее, который занимается в основном западными проблемами. И существует наш институт, славяноведение, который отвечает как раз за эту третью, не менее важную славянскую тему. Вообще все эти темы для России важны, нельзя обойтись без какой-то из них. Они, в общем, может быть равнозначны, но они часто переплетаются, и мы должны заниматься всеми этими темами. И завтра мы ждем китайских коллег у себя в институте, и будем договариваться о сотрудничестве. Поэтому все это, мне кажется, довольно разумно устроено. И, может быть, славянская тема, она отличается тем, что ни у одной другой темы нет такой общественной поддержки, потому что все-таки Россия, славянская страна, самая большая славянская страна, русских половина всех славян. Поэтому, конечно, эта тема, и не случайно тут вспоминали уже о днях славянской письменности, которым мы в какой-то степени благодарны, что у нас есть такой праздник болгарским коллегам, но у нас он тоже стал развиваться, и был до 17-го года этот праздник, потом был большой перерыв, но потом он с конца 80-х годов опять стал развиваться, причем инициатива снизу, снизу исходила, что очень важно, и очень активно провинция участвовала в этом празднике, что тоже было очень важно. И в этом ряду и активна наша поддержка форума «Славянский культур», которая тоже такая общественная организация, и наш институт активно участвовал в работе этого форума и продолжает участвовать, поскольку Юлия Анатольевна сотрудник нашего института, помимо того, что и центр возглавляет здесь. И очень важно, чтобы возник такой центр. Мне всегда казалось, что форум «Славянский культур» не будет в России активно работать, если не будет какой-то у него основания, какой-то базы, какого-то собственного института в России. И, собственно, вот этот центр возник здесь, и мне кажется, это очень важно. Когда-то был кабинет «Славянного ведения» в Унион, в Институте научной информации, по общей наукам, но, к сожалению, он был закрыт, а потом и трагедия постигла. И весь институт все это здание, и непонятно, что там будет. Но вот в какой-то степени то, что возник, Библиотека иностранной литературы создала такой центр. Мне кажется, это очень важно. Мы готовы этот центр поддерживать всегда, и, собственно, поэтому и участвуем в этой конференции, и завтра ждем. Поэтому, ну, я думаю, эта тема славистики развивается как научная составляющая у нас уже с конца XVIII века, и, мне кажется, она будет развиваться всегда, поскольку, ну, вот я уже сказал, Россия, невозможно представить Россию без вот этой темы славянской. Ну, а тема сложная. Всегда недаром, наверное, наши другие организаторы поставили в заглавие нашей конференции «Славянский вопрос». Вот другие темы можно просто там называть как-то «Славянские миры». А как к теме «Славянский вопрос» сразу. Ну, вот будем пытаться на этот вопрос ответить в течение двух дней. Спасибо за внимание. Спасибо вам огромное. Дорогие коллеги, я рада еще объявить вам, что нам письменное, так сказать, приветствие поступило из посольства Чехии от Витеслава Пивоньки, который желает успешного проведения конференции и успехов в нашей работе. Также мне лично позвонил чрезвычайный полномочный посол уже в Македонии Гоци Караянов, который также передает поздравления успешной работы конференции. Оба господина посла находятся сейчас в командировках, поэтому не могли лично присутствовать. А еще сегодня утром мы получили приветствие от директора форума «Славянских культур», доктора исторических наук Андрея Рихтер, который зачтет наш коллега Сергей Борисов. Уважаемые коллеги, почетный посол форума «Славянских культур» Швыдко Михаил Ефимович, ваше превосходительство, господа послы, руководители Центра славянских культур в Москве Созина Юлия Анатольевна, ученые, специалисты, дамы и господа. Мне искренне жаль, что сегодня по причине ранее запланированных служебных обязанностей я не могу быть с вами. Трудно описать в нескольких словах значение и роль Московского Центра славянских культур, действующего под эгидой Форума славянских культур и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудумино, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За два года своего существования Центр стал очагом славянских культур и пространством, где встречаются разные поколения. Если бы не тесные связи с посольствами славянских стран в Москве, другими культурными учреждениями и частными лицами, всего этого не было бы. Хочу выразить искреннюю благодарность всем вам, тем, кто помогает развивать творческий потенциал славянских культур и реализует одну из главных инициатив, с которыми создавался Форум славянских культур, а именно, чтобы в каждой стране члене форума функционировал Центр, объединяющий все славянские культуры. В 2019 году наша организация будет отмечать свое 15-летие, в связи с чем нам бы очень хотелось, чтобы помимо уже существующих центров в Москве, Белграде и Радле-Обдраве в Словении, свои двери для посетителей открыли также новые центры в других славянских странах. Именно этот московский центр может послужить примером для всех последующих. Литературные вечера, богатая книжная коллекция, языковые курсы, концерты, мастер-классы для детей. Можно было бы продолжать перечислять, но действительно трудно сосчитать все мероприятия, организуемые в этом центре. Мы надеемся, что так будет и впредь. Созина Юлия Анатольевна и ее преданная команда, примите искренние поздравления по случаю второй годовщины Центра славянских культур в Москве. Желаю вам, чтобы ваша работа в будущем была не менее плодотворна. Хочу выразить отдельную благодарность участникам Международной научной конференции «Славянский вопрос. Новые парадимы мышления» за ваш отклик и за будущий вклад в дискуссию о славянских культурах и их роли в современном мире. Всем собравшимся желаю плодотворной работы в рамках конференции и всего самого доброго в новом 2019 году. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ